Всем привет, с вами Вова и вы на канале Apple Hi-Tech. Сегодня немножко необычное видео, лайф-видео, распаковочка. Оно как бы не запланировано, потому что я не ожидал этого подгончика в виде iPhone 5s. Сегодня у меня день рождения и родители мне вот подарили iPhone 5s. И я безгранично счастлив, я обожаю распаковывать продукцию Apple и решил сегодня распаковать ее с вами. А точнее решил не я, а решил мой папа. Я уже занес руку, чтобы открыть его, но папа сказал, ты что делаешь, иди распаковывай на камеру. Я такой, ну ладно. И как бы меня поддерживают родители в моих начинаниях, вот YouTube канал. Брат мне подарил вот этот зеленый прекрасный фон, который размером, ой, я вам сейчас скажу. Вот таким он размером, 2,10 на 4 метра, он просто огроменный. И ждите теперь крутых видео. Я надеюсь, я еще собираюсь приобрести освещение. Может немножко в ближайшем будущем, немножко туда дальше. И ладно, я затянул уже своими подарками. Давайте распакуем iPhone 5s. И это будет великолепно. У меня есть вот такая вот штука, которая поможет нам распаковать. Это не реклама фирмы Bochman. И сейчас мы распакуем. Это всегда просто невероятный момент. Просто офигенный. Где он устроен этот нож? Реклама. Снимаем пленочку. Это просто шедевральное ощущение, которое не передать. Тут, кстати, у нас из коробочки на передней части iPhone. Тут у нас iPhone 5s. 5s, яблочки. И сзади вся информация. Эта версия на 16 гигабайт. Больше мне, в принципе, и не надо. Потому что дальше я скажу, для чего он мне, в принципе, и нужен. О, да. Это великолепно. Новенький 5s. Просто великолепный. Невероятный. В пленочках запакованный. И это мой второй уже iPhone. Первый у меня был iPhone 4. Который мне купили в 2010 году. И это новый экспириенс, наверное, для меня. В виде iPhone 5s. Он с Touch ID. И корпус такой классный. Это просто нечто. Я не знаю, как описать это словами. Это круто. Открывать яблоки. Это не всегда круто. Просто великолепно. Я не знаю. Давайте посмотрим комплект. Тут у нас все, как всегда, лаконично. Так, тут у нас конвертик. Конвертик. Тут у нас булавочка, чтобы слот сим-карты открывать. Кстати, я не знаю, тут какая сим-карта. Nano или mini. Тут, как обычно, наклеечки. Все их клеят. Это тоже классная тема. Подгон в виде наклеечек. Это всегда круто. Тут у нас наушники EarPods. Кстати, у меня никогда не было EarPods. Вот теперь появятся. Все говорят, что они идеальные. Просто невероятные наушники. Я не знаю, никогда их не слушал. И тут яблочко такое крутое. Упакованное, конечно, все круто. Здесь у нас адаптер в сеть. И лайтинг. Ну, насчет лайтингов, не знаю. Они всегда ломаются очень быстро. Больше двух лет они не живут. И это невероятно. Все. Сейчас я вам, кстати, покажу свой старый телефон. Вот он. Ветеран iPhone 4. Невероятный. Из 2010-го. Просто. Я уже устал с ним ходить. И 5S для меня это реально круто. Посмотрите, он реально больше. Вы спросите, почему не 6, не 6S, не 5C? Ну, потому что мне этот телефон нужен, в принципе, только для соцсетей. Больше мне, как бы, он не нужен ни для чего. И что там? Фоточку закинуть в Instagram, ВКонтакте попереписываться. Ну, и, в принципе, все. Я на телефоне редко играю. В основном на планшете. И переплачивать, я думаю, нет смысла. Давайте распакуем полностью. Уже снимем пленочку. Кстати, про пленочки. Сейчас, секундочку. У меня тут также подгон в виде пленочек. Один на пятерку. Но на 5S он должен наклеиться без проблем. Вот на пятерку. Ой, вот. For 5. И для 4, 4S. Я этот телефон 4S. Ой, в смысле 4. Планирую отдать своей маме. Потому что у нее сейчас HTC, который уже дофига устаревший. Даже он, как бы, не устаревший. Он более новый, чем четверка. Но он уже все. Хана ему. Потому что... Ну, это HTC. А это Apple. Apple. 6 лет. Пожалуйста. Он как новый. Абсолютно дизайн. В принципе, кайфовый. Я думаю, если семерка будет в таком же дизайне, то успех обеспечен. Ой, 5S. Вообще шикарно. Где тут еще пленочки? Давайте снимем пленочку. Вот так вот. Замечательно. И наклеили на четверку. Просто дизайн великолепный. Вспышка True Tone. У меня вообще будет новый опыт айфонов, потому что... Ну, вы сами понимаете, какие тут инновации в четверке. А тут целый 5S. Ну, нету 3D Touch. Он мне, в принципе, нафиг не нужен. Вы скажете, можно было взять 5C. Да, там тоже, кстати, 3D Touch нет. Давайте запустим. Он должен быть заряжен. Или нет? Не заряжен? Что-то обидно. Apple. Ну, вот, придется запускать. Ну, ладно. Я заряжу его потом и уже буду пользоваться. Давай, фокус. Поймай фокус. Еее. Фокус здесь. Ну, я не знаю. Это великолепно. Просто не сногсшибательно. Я не знаю, как это описать. И возвращаясь к тому, что более новые версии есть. Этому телефону уже 3 года. Опять же, мне не нужно мощное железо. Мне просто нужен классный телефон в хорошем дизайне. Этот дизайн, он, конечно, рили... Рили... Пририли просто крутой. Он невероятный телефон. Он уже проверен временем, этот дизайн. Все его любят. И я буду с удовольствием пользоваться. Вот такая вот небольшая распаковочка. Небольшой мой подгон. Такой внеплановое видео. Надеюсь, вам понравилось. И мне понравилось, честно. Я не знаю. Это просто... Я не знаю, как это описать словами. Шедевр. Просто шедевр. Это кнопка, это дизайн, это все. Потом мне осталось еще попользоваться им. Зарядочку поставить. Обычно они подзаряжены, но это что-то не подзаряжено. Сейчас, наверное, заряжу немножко и покажу вам еще. И вот он, наш активированный уже iPhone. Чтобы вас не томить, я сделал все за кадром. Там буквально несколько шагов по настройке. Там в Siri включить, диагностику отправить и тому подобное. И это просто круто. Я никогда не был в приложении здоровья. Офигеть. Теперь, что тут можно делать? Надо будет со всем этим разобраться мне. И это круто. Волод есть. Тут такого никогда не было. Поэтому я даже не знаю, что это. Как этим пользоваться. И буду разбираться. Возможно, через несколько недель, может через месяц сниму опыт использования. И я забыл сказать, что это не восстановленный iPhone 5s, а новый. Поэтому это еще круче. Ну, да, реально крутой. Посмотрите на его дизайн. Это я уже тысячу раз, наверное, показал. Но, в принципе, я просто счастлив. 29 июля. Замечательно. Сегодня, кстати, день сисадмин. А если вы сисадмин, то я вас поздравляю с этим днем. И на этом, наверное, все. Да, все. Потому что мне надо разбираться со всем этим. У меня в тысячный раз, повторюсь, не было такого айфона никогда. Хоть я и знаю, в принципе, основные фишки. Но как с этим жить, я еще не знаю. Поэтому пойду разбираться. Все. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам было интересно. И до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok